Здесь в главном храме Будда, и на груди у него свастика. Идет мама, и у нее дочка маленькая, там лет двух, наверное, на поводке. То есть реально вот как собачки. Из-за того, что Шанхай культурный и финансовый центр Китая и важный морской порт, многие ошибочно думают, что именно он является столицей, а не Пекин. Но что бесспорно, Шанхай яркий и энергичный город с множеством достопримечательностей, о которых я уже начал говорить в прошлом выпуске. Там я затронул районы, общие данные, транспортную систему и даже шопинг. Меня зовут Егор Еремеев, вы на моем одноименном канале, где я путешествую по городам и странам, погружаюсь в местную жизнь, культуру и историю, знакомлюсь с местными достопримечательностями и пытаюсь найти идеальный для жизни город. И сегодня мы продолжаем нашу прогулку по Шанхаю. Если в прошлом видео я постарался сделать более общий ознакомительный выпуск, то здесь уже будем бить более точно. И обещаю китайские сады и храмы. Я хочу начать со старого Шанхая. Это старая Шанхайская улица, она так и называется Old Street. Именно здесь можно увидеть Шанхай таким, каким он был в далекие времена. Только сейчас все это обалденно подсвечивается. Видно, что некоторые части не отреставрированы, но скоро вся эта красота увеличится в размере. Сейчас шанхайский Old Street тянется почти на километр. В ее начале и конце расположены традиционные китайские ворота. Вы точно их не пропустите. Считается, что эта улица здесь существует со времен династии Мин. А это с 1368-1644 годов. И Цинн с 1644 по 1912. Почему именно здесь? Рядом Хуангпу. Речка, о которой я говорил в прошлом выпуске. Конечно, вся транспортировка товаров шла по рекам. А Old Street была жизненно важным коммерческим центром во времена династии Цинн и раннего периода Китайской Республики. Соединяя прибрежную зону города с внутренними районами. Вдоль улицы здания в традиционном китайском стиле. Для них характерны побеленные стены, крыши из серой черепицы, деревянные двери, окна с резьбой и элегантные дворики. Так мы можем понять, каким был архитектурный стиль, преобладавший в Шанхае несколько веков назад. На протяжении всей своей истории это место было оживленным коммерческим центром с рынками, магазинами, киосками, торгующими шелком, чаем, кистями для каллиграфии, традиционными китайскими лекарствами, изделиями ручной работы. Все это можно здесь купить и в наши дни. Но подожди, Егорка, вы мне можете сказать. Не хотим мы шляться по рынкам, шоппинг весь вот этот. Все это нам не нужно. Не спешите, друзья. Сад Да, здесь находится сад Юйюань. Его название дословно переводится как сад радости или сад отдыха. Но с этим садом связаны не самые радужные моменты истории. Первым владельцем сада был экс-казначей провинции во времена династии Мин Пань Юндуань. Создавал он его для своего пожилого отца и сад должен был напоминать императорский сад в Пекине. Но отец Юндуаня так и не дождался завершения строительства. Строительство началось почти 500 лет назад. Потому идите и посмотрите его. Я никакого отношения не имею к руководству сада. Просто рекомендация, потому что красиво и исторически. Что с владельцем сада? Он стал банкротом. Позже его дети и вовсе продали сад торговцам. Потом сад был включен в состав храма божества-покровителя города. В 19 веке сад использовали в качестве места для подготовки восстания против французских консессионеров. Где будем готовить восстание? А, давайте в саду. Досталось саду и во время опиумных войн. Тогда его сильно разрушили. Реставрировали уже в 1956 году. Какое у него настоящее? Пань Юдуань был бы доволен. Сад состоит из шести разных частей. Все они соединяются между собой переходами, декоративными стенами, галереями, отдельными участками. Вся эта конструкция построена так, чтобы здесь правильно протекала энергия ци. То есть жизненная энергия. Китайцы традиционно относятся к ци с большим уважением и почитанием, видя в ней основу жизни и здоровья. А видели в кинохах, может, когда китайцы стоят и медленно размахивают руками. Так вот, это практики. Цигун и тай-цзи-цюань направлены на развитие и баланс ци в теле для улучшения здоровья, долголетия и духовного развития. Считается, что идеи отцы формировались в течение тысячелетий, начиная с времен Желтого Императора. Приблизительно 2600 лет до нашей эры. Он часто упоминается как основатель китайской цивилизации и медицины. В саду находится сад камней. Самый крупный 14 метров в высоту. Одна из главных достопримечательностей так называемая нефритовая скала. Камень необычной формы весом в 5 тонн. Есть местная легенда, что впервые камень был обнаружен тысячу лет назад и какое-то время был камнем из коллекции императора Хуайдзуна династии Сун. Я не знаю, уважаемые знатоки, может быть я пропустил что-то, отстал от жизни Китая впереди планеты. Но я впервые в жизни вижу, идет мама и у нее доська маленькая, там лет двух, наверное, на поводке. То есть реально вот как собачки на поводке идет с дочкой. Я еще не видел такого, чтобы детей на поводке выгуливали. Давайте копнем глубже. Мы же с вами в саду. Так докопаемся до бамбука. Вы все без исключения знаете, что это за растение такое. А знаете ли вы, что вообще существует больше сотни видов этого растения? Здесь как с мандаринами. Назовите мне самую главную страну производитель мандаринов. Вы, наверное, скажете Марокко, Египет, Бразилия и Испания. Нет, дорогие зрители, это Китай. С бамбуком так же. Он растет по всей территории Китая. Как сказал, видов больше сотни. Бамбук растет в любых погодных условиях. Его высота может доходить до 40 метров. И говорят, что если сидеть и смотреть на бамбук, то можно видеть, как он растет. Я сам не сидел, не пялился на бамбук, но он может вырасти на метр за сутки. И, конечно, китайцы придают особое значение этому растению. Как у нас березка в Китае бамбук. Бамбук это символ стойкости, долголетия, духовности и счастья. Бамбук это часть китайской культуры уже несколько тысяч лет. В Китае есть такое понятие. Четыре джентльмена. Бамбук это один из них. Какие еще три? Орхидея, слива и хризантема. Эти растения представляют собой четыре сезона. Бамбук связывают с конфуцианством. И считается, что человек должен быть таким же, как он. Стойким, сильным и с крепкими корнями, чтобы твердо стоять на ногах. Бамбук в Китае средство универсальное. Из него делали оружие, строили дома, использовали в качестве строительных лесов. Причем в архитектуре бамбук использовался еще во времена династии Шана. Это три тысячи лет назад. Примерно в то время была изобретена система ирригации и первый водопровод, для которых использовали бамбуковые стебли. Еще в те времена китайцы нашли способ использования плитки и черепицы из сплющенных и сплетенных бамбуковых полос. Такая техника дошла и до наших дней, и до сих пор используется при строительстве традиционных китайских домов. В 134 километрах от Шанхая, в городе Юйяо, находится постройка шанхайского архитектурного бюро Монуарки. Она как раз выполнена из бамбука. И само здание тоже окружено бамбуком, что отлично вписывает его в природу. Бамбук дарят в качестве сувенира, который приносит удачу, успех и богатство. Но тут есть свои правила. Его нужно дарить наборами по 2, 3, 5, 6 или 9 штук. 4 не дарят из-за боязни этого числа, которое созвучно со словом смерть. 9 стеблей – наилучшее число, так как девятка в целом представляет собой наивысший уровень удачи, изобилия и процветания. Еще оно приносит хорошую энергию дома или на работе. Остальные числа тоже имеют свое значение. Если вы хотите пожелать человеку любви, дарите 2 стебля. Если здоровье – 3, богатство – 5, удача и процветание – 6. Китайцы вообще народ суеверный, и раньше они были очень религиозными. В наши дни атеистов среди китайцев все больше. Так мы плавно подошли к религии и храмам. Друзья, я сейчас в центре храма нефритового Будды. И что здесь мы можем найти? А мы здесь можем обнаружить очень интересную вещь. Здесь в главном храме Будда, и на груди у него свастика. Если вы знакомы с буддизмом и с этим символом, то для вас это не будет открытием. А если вы не знакомы, то, скорее всего, для вас будет удивительно, как это так на груди у Будды свастика. Когда у многих из нас свастика олицетворяется с фашизмом. Давайте-ка разберемся, в чем здесь суть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok